Девушки отдыхают Ну ладно, ты вернулся, и это главное Теперь мы можем закончить обзор на Final Fantasy 10 Духа У меня предчувствие, что кто-то в игре стопа пытается меня убить, как обычно Ты и мой секретное оружие Так пойдём Только чур больше не убегать Ты ж мой лучший дружбан, шоу будет уже не то без моего главного механического приятеля Субтитры сделал DimaTorzok Итак, после того, как вы побеждаете Лебланк и её подручник примерно раз в десятый Вы наконец-то получаете обе половинки разбитой сферы И впервые за всю игру в руках у крыльев чайк оказывается сфера, которая содержит в себе хоть какую-то полезную информацию Это кадры, показывающие какую-то гигантскую древнюю машину, которая называется Веганаган Это супероружие, способное разрушить весь мир, и весь мир уже о нём в курсе Единственные, кто в танке, это крылья Ну ладно, я должен к чему-нибудь придраться в этой сцене, потому что... Это же я И вся эта фигня со сферами просто взрывает мне мозг Например, скажите мне, кто сделал эту запись? Что они сделали? Установили экран, чтобы снять эти драматические плавные пролёты вокруг Веганагана И кому-то нужно было отредактировать это в древней спире Что у них есть специальные нелинейные программы для сферического видеомонтажа И в чём была цель этой записи? Это что-то типа рекламного ролика для Веганагана, но с отсутствующим звуком? Предлагаем вам новый Веганаган ZX-5000 Одно из наших новейших разработок в сфере технологий массового поражения Некое государство обвиняет вас в тирании или ставит под сомнение размер вашего могучего члена Их сомнения тут же наступит конец Стоит вам развернуть вашу ядерную межконтинентальную веганагановую километровую хренопушку Веганаган оснащён новейшей противоугодной системой искусственного разума Веганаган быстр, гибок и более чувствителен, чем остальные механизмы уничтожения Благодаря своей инновационной клавишной системе управления Именно эти необыкновенные органные технологии делают данное супероружие возможным Даже если небольшие отряды вражеской пехоты смогут проникнуть в область внешней вагинальной защиты Веганагана Его оборонная система гарантирует, что капитанский мостик останется абсолютно неприступным Заскочить? Короче, Веганаган находится у последователей нового Евана в Бевеле И Лебланк предлагает свои буфера, то есть помощь в выполнении вашей персии То есть из этой миссии Предлагает помощь в выполнении вашей миссии Ага, конечно Ты, несомненно, положила конец всяческой борьбе и мировым конфликтам, Юна Браво Кстати, не напомнишь, сколько людей мы замочили, чтобы выкрать все эти бесполезные сферы? Просто поражаюсь тому количеству благодати, которое это принесло в этот мир Продумано до жопы Вы отправляетесь на арену испытаний, которая находится под Бевелом Которая, конечно же, кишмякишит демонами И под демонами я подразумеваю все те же зловещие, как Кельда, с которыми вы сражаетесь всегда Знаете, я думаю, что имея две игры и достаточное количество времени на разработку Можно было родить хотя бы парочку новых монстров Вместо цветных ящерец, ледяных демонов и летучих мышей Ну, если честно, там будет несколько роботов дальше, в секретном хранилище Вегнагана Но раскройте мне вот такой секрет Почему из уничтоженных роботов вылетают святички? Разве они не должны представлять собой души мертвых? Босс этого чертового уровня сосет по-крупному Он встречает смерть, как сучка Вы побеждаете его, потом побеждаете другого чувака, потом вы побеждаете Подождите, это что, Бахамут? Мегаплеер, это же их прям Бахамут, мать его Ну, разве мы не убили всех ионов в конце Final Fantasy X? Что за херня там происходит? Ладно, сейчас я расскажу Я немного забегаю вперед, но к черту все Видите парня по имени Шуин, который выглядит точь-в-точь как Тидус? Он был известным лесболистом в Зонарканде В то время как Зонарканг вел войну с Бевелом Чтобы спасти свою подругу Лен, призывающую терапевицу от гибели в войне Шуин отправляется в Бевел, чтобы выкрасть Вегнаган Почему Бевел просто не использовал Вегнаган, чтобы выиграть войну, так и не объясняется Шуин на самом деле добирается до машины и начинает приводить ее в действие Причем контролируется она с помощью какой-то органно-клавишной системы Почему? Лен приходит вслед за ним и пытается отговорить его от этой затеи Но эта задержка позволяет охранникам нагнать их и изрешетить пулями Конечно же, после этого Шуин умирает Но если вы внимательно следили, то могли заметить, что смерть никогда никого не останавливала в Final Fantasy X Черт, до Наспери смерть просто проходит сама собой Не знаю, похоже, процесс умершения дает силу и делает непобедимым Такое бы любому не помешало Но вот в чем замес тут Шуин был настолько мертв и так рассержен этим, а также смертью своей любимой девушки Что каким-то образом обрел силу, способную воскресить всех убитых ионов и починить их своей воле Да, потому что неотосланные они могут вытворять такое Возможно, это эму натура придала ему сил Вам, наверное, интересно, если Шуин, никчемный блицболист, смог вернуться с того света в виде непобедимого сукиного сына Который может завладеть людскими телами, подчинять себе чужую волю, а также воскресать одних из самых могущественных духов охранников в мире И использовать их для своих коварных целей То почему Лен не вернулась? Она ведь призывающая, правильно? Все очень просто, потому что ее дух вместо этого превратился в песенную сферу А что? В этом есть смысл Если над этим вообще не задумываться Когда вы наконец добираетесь до места, на котором должен был быть вегнаграмм Там его не оказывается, а только огромная дыра в стене Подождите, стойте, посмотрите на это, что это? Так у них есть камеры Я-то думал, что в этой реальности видео записывается на сферы или типа того Разве не в этом был весьма оттего смысл? Разве это не должен был быть менее технологический век по сравнению с тем, который разрушил грех? Откуда, черт их дери, взялись камеры? У меня столько вопросов На что они записывают информацию? На пленку? На карту памяти? Что за нахуй? С ионами же происходит вот что Из храмов по всей спире вдруг поперли монстры Потому что темные ионы заразили их и извратили их природу Так что ваша задача отправиться в путь и заняться зачисткой храмов Когда вы добираетесь до Бесайда, то находите Ваку, спорящего с представителем молодежной лиги, который предлагает просто спалить храм И порешить всех монстров, находящихся внутри, не подвергая опасности остальных горожан Но бедный Вака не может допустить гибели здания, которое он любил и лелеял всю свою жизнь Ой, да ладно тебе, Вака Ты неправильно представляешь себе всю эту фигню со сжиганием храма Представь себе, что это просто веселый праздничный салют Дебила кусок Это наталкивает на интересную мысль, почему люди так привязаны к этим долбаным зданиям Они были построены в честь ложного бога, ответственного за гибель миллиардов людей Это все равно, что иметь в городе здание, построенное в честь Гитлера Так что значительную часть игры вы бегаете из города в город, зачищая храмы В каждом из которых есть темный он, которого надо убить Странно во всем этом то, что наши храбрые герои, которые победили грех в самоубийственной отчаянной схватке Теперь требуют людей денег, перед тем, как попытаться освободить их от монстров Одну секунду, эй, Бартелло, не подскажешь, сколько слогов в слове Дона? ДОНА! Ага, значит, около шести Интересно Кстати, это зомбированное выражение лица как нельзя лучше подходит к взволнованному тону его голоса ДОНА! 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 Короче, вы сражаетесь с очередным ионом в глубине очередного храма И в ходе битвы Юна попадает в одну из черных дыр Ааа, ты можешь услышать меня Это конструкция Это наш программ После, казалось бы, бесконечного падения, она просыпается посреди зеленой поляны В окружении цветов и свете солнца ДОНА! 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 время беседует с Шуином, и вместо того, чтобы спланировать поход в кино или на чашечку копия, Шуин сообщает, что он так рад ее видеть, что собирается взорвать ее вместе со всем остальным миром с помощью Вегнагана. Серьезно, чувак, у тебя больше нет причины так сильно расстраиваться, потому что твоя убитая девушка, по которой ты так горевал, вон она там, так что у тебя отсутствует то, что мы называем мотивацией, и твои приоритеты чутка расплывчаты. В общем, Шуин отваливает, а Юн остается в этом странном измерении до тех пор, пока просто не испаряется. И она рассказывает об увиденном остальным девушкам. Ну ладно, значит, когда Шуин умирает, его плаксивость поднимает его из могилы с таким количеством силы, что он может огнуть целый мир. А когда призывающая Лен умирает, то она превращается в дресс-сферу. Где же справедливость? Если Лен носила платье Юны, то кто носил танцевальное платье Рику? Или женский вариант костюма Элвиса Пэйн? Или Лен была настолько неординарной личностью? О да, там снаружи творится настоящий пиздец. О боже, только посмотрите на эту кровавую бойню, конец человечеству. Юна получает по радио послания от Ваки, Донны, Молодежной Лиги и так далее. Похоже, лидеры обеих основных политических группировок Спири, Молодежной Лиги и Нового Йевана исчезли. Обе группировки планируют напасть друг на друга, а так как их правящие верхушки дестабилизированы, значит, они обе имеют шансы на победу. Итак, когда мир стоит в одном шаге от войны, а Шуин готовится обрушить на спиру термоядерный ливень, девчонки устраивают мозговой штурм, чтобы придумать план действий. И они решают, что наилучший выход из данной ситуации это... Устроить концерт! Знаете, кто-нибудь мог подумать после только что услышанного разговора, особенно учитывая угрозу надвигающейся войны, что они могли бы придумать что-то чуть более продуктивное, например, ну я не знаю, найти и вернуть пропавших лидеров. Может быть, это повлияло бы на людей чуть сильнее, чем Юнин герьмовый джей-поп. Но если даже не учитывать, верите вы или нет, возможность смягчения социально-политических разногласий с помощью концерта... Разве все эти действия не теряют смысл в свете надвигающегося апокалипсиса, который принесет всем долбанный вигнахер? Нет, я серьезно. Шуин, блядь, запустил машину с судного дня, а Юна в ответ устраивает концерт. Как такое получилось, что вот этот чувак, этот мудозвон оказывается здесь самым разумным и предлагает единственный реальный план по уничтожению вигнагана, который по логике должен стоять на первом месте. И этот план отметается, потому что они решили провести концерт. Концерт! Это не Final Fantasy! Это окончание фильма Empire Records! Эта концертная фигня может спасла бы Арнольда в сериале «Счастливые дни». Но я что-то сильно сомневаюсь, что она сможет разрешить геополитические разногласия целой долбанной планеты. Если бы я захотел использовать музыку, чтобы объединить весь мир в покое и гармонии, я бы придерживался Wild Stallions. Итак, чтобы организовать концерт, нам снова придется разыскать тех самых дебильных чокнутых музыкантов. И боже, не заставляйте меня снова запихивать их в ёбаный лифт. О, как я надеюсь, что они действительно назовут её Юнапалуза. А ты имеешь в виду то место, где буквально шагу нельзя вступить, чтобы в тебя не зарядила молния? Да, да, я полностью за. Давайте соберем многотысячную толпу, а потом поместим Юну на гигантскую стальную сцену в окружении электрооборудования. Что у вас, блять, с головой? Я просто хочу сказать, вот что происходит, когда вы доверяете этим людям заниматься организацией концерта. Ладно, я понимаю, что зря придираюсь, потому что на самом деле всё это мелочь. Но если просто остановиться на минуту и задуматься, во всём этом нет никакого смысла. Да, давайте проведём концерт на ебучих равнинах Грома. В одном из самых потенциально опасных мест во всей Спире. Потому что видит Бог, больше на Спире нет ни одного подходящего клычка с земли, чтобы провести концерт. Ах, да, точно, это же огромное открытое и абсолютно безопасное поле. И знаете что, эта территория уже готова предоставить имущественные тендеры. Или как насчёт огромного бритсбольного стадиона? Или ещё идея? Как насчёт концертного зала, в котором вы проводили концерт в самом начале долбанной игры? Но что ты скажешь? Вау, ты это писал? Потому что это редкостное говнище. Это больше, как я чувствовала. Я слышу, что внутри меня слышно. То есть вы хотите сказать, что она собралась давать концерт перед всем населением планеты? И у неё нет ни одной песни в запасе? Господи. Этот концерт будет полным дерьмом. Пристегнитесь, братва Готовьтесь к новой порции бессмысленного и беспощадного джей-попа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот дерьмо! А вышло-то совсем неплохо Нет, правда, я не шучу! Когда я проходил эту игру в первый раз, я справедливо опасался этого отрывка, особенно после отвратительного дерганого вступления! Но этот отрывок без шуток просто чертовски хорош! Пожалуй, начну с самой песни, которая, по моему мнению, является весьма трогательной, романтической и вдохновляющей, и она идеально отражает чувства Юны и воспоминания о ее недолгих отношениях, которые трагически оборвались. Что касается слов, это перевод, который страдает излишним драматизмом, но вокальное исполнение, как мне кажется, действительно передает настроение песни. Этот отрывок, к тому же, поразительно хорошо поставлен. Ему удается передать всю суть трагических отношений с Шуиной и Лен, а также и связь с историей самой Юны, не говоря ни одного конкретного слова. За три минуты я проникся трагической смертью Лен, а также болью потерявшего ее Шуина больше, чем спустя 40 часов наблюдения за невразумительной и нелепой интрижкой Кидуса и Юны в Final Fantasy X. Так что больше я не хочу слышать, что я не могу сказать ничего хорошего о Final Fantasy, окей? Я дико зол, что не могу дико разозлиться на этот отрывок, вот насколько он хорош. Вот жопа. Мне надо к чему-нибудь придраться. Так, давайте я пересмотрю его заново. Ага, нашел. Перед началом концерта надо пройти какую-то идиотскую танцевальную мини-игру вместе с Рику. Но зачем нужно это делать? Ведь этот танец не будет исполнен на сцене, и потому в нем нет смысла. И что за лужевый концерт, который состоит из одной песни? Ну вот, теперь мне полегчало. Погодите, так значит все видели этот флешбек? Ну хорошо, и как? В смысле дух Лен что, спроецировался на большой экран? Ладно, едем дальше. Шиндер получает сигнал от зонда, спущенного в одну из вегнадыр. И обнаруживает, что чуваки, которых они ищут, уже находятся внизу и пытаются совместно решить, как остановить вегнахер. Никогда не думал, что они настолько без башни. Но теперь Юна смогла вновь объединить весь мир песней. А значит спасательная миссия может наконец-то начаться. И так, вы можете сигануть в дыру, либо воспользоваться этой возможностью и потратить несколько тысяч часов на сторонние квесты. Наверное, лучший вариант это помочь чуваку Класско организовать ферму Чокову. Потому что за это он дает вам алхимическую дресс-феру. И как только вы станете алхимиком, игру практически можно заканчивать. Потому что эта профессия позволит вам извлекать кучу зелий прямо из ниоткуда. И на халяву восстанавливать по 2000 хитпоинтов в любой момент, когда пожелаете. Когда это происходит, вы практически становитесь бессмертными. А в сочетании с классом самурая, который позволяет нейтрализовать любого стандартного врага, повышать уровень можно вообще не глядя на экран. Вы также заметите, что большинство продвинутых дресс-фер можно использовать таким образом, чтобы полностью разрушить принципы основной сюжетной линии. Вдобавок я использовал данное время, чтобы вернуться в Бэссайт. Ведь теперь у меня есть куча денег для покупки того невообразимо дорогого ключа и самого начала игры. Но представьте себе, когда вы добираетесь до места, оказывается, что его уже кто-то купил. И эта дамочка до сих пор здесь работает? Чёрт, думают, с такими деньгами я закрыл бы этот магазин пораньше и ушёл бы в бессрочный отпуск. Да, и Лула одела своего ребёнка муглом. Да, материнство практически полностью уничтожило готичный сексуальный вид Лулу. Ладно, возвращаемся к сюжету. Вы сигаете в дуру и по какой-то причине не умираете. Вы обнаруживаете, что попали на уровень дзен из Хайф Лайф. И сражаетесь с несколькими ионами, включая Шиву. Ну ладно, эта часть вышла довольно бестолковой, причём без всякого вразумительного объяснения, так что вам придётся согласиться со мной. Вы находите Нуджа. Да, я до сих пор не могу поверить, что его на самом деле так зовут. И Нудж говорит вам, что Шуин селился в тело другого парня по имени Баралай и использовал его тело, чтобы выкрасть Вегнаган. Потому что, судя по всему, неотоклонные могут это делать, когда они достаточно рассержены. Думаю, это как с тем парнем из фильма «Падший», который мог вселяться в других людей и заставлять их творить ужасные вещи. Только тот фильм был классным, а эта игра... совершенно на него не похожа. Я вообще не понимаю, на кой он парится, если Шуин может великолепно действовать сам по себе. По-видимому, у человека нет никаких проблем в том, чтобы помахать мечом или натрать солидное количество задней с будущей духом. Но в данный момент мы разбираемся с фигнёй про вселение. Нудж решает, что единственным способом остановить Шуина, это повредить тело, в котором он находится, как следует изрешить и в пулене Баралая. Шуину придётся искать себе новое тело, он вселится в Нуджа, а Нудж подорвёт сам себя бомбой. Почему? Похоже, он довольно долго его обдумывал. Кстати, Юна, а чем ты занималась в то время, как Нудж готовился героически умереть, дабы спасти жизнь миллиардам людей? Вот именно. Так что... ты можешь заткнуться нахуй. Да, и знаешь что? Это сработало, так что не вижу тут никакой проблемы. И не слышу от вас предложений плана Б, так что... Давай, Юна! Давай, Дени, если у тебя есть план Б, мы все были бы рады его услышать. План Б. Оу. Люб. Ох. Погода любви уничтожает все. Так романтично. Каппиен. Это самый бабский план на свете. И перед тем, как они смогут полюбить Шуина, им всё равно нужно уничтожить Век Наган, чтобы добраться до него. Ладно, ладно. Похоже, я окончательно потерял нить сюжета. Разве есть разговор не шёл о том, чтобы остановить Век Наган? Значит, они решили воспользоваться силой любви. Но для этого им сначала нужно остановить Век Наган. Значит, их план в том, что у них нет плана. Если мы все атакуемся вместе, мы можем сделать это. Мы должны сплитаться. О, теперь я понял. Их план... Это просто супер. Их план состоит в том, чтобы выйти с этим чёртовым Век Наганом один на один. Три тёлки с мечами против механизма размером со здания, чьей основной функцией является уничтожение всей жизни на планете. Нет. Вот этот план... Этот план отстой. Я знаю, что это в стиле Файнал Фэнтези устраивает такие кульминационные битвы с боссом, которые угрожают уничтожить всё живое на планете. Но знаете, серьёзность угрозы вашего всеубивающего оружия начинает вызывать большие сомнения, если трое человек, не задумываясь, готовы в открытую с ним сразиться. Посмотрим в глаза правде. Только вчера они толком не могли справиться даже с этими ребятами. А сегодня они готовы столкнуться нос к носу за штуковиной, которая была разработана, чтобы уничтожать армии. Ну, не совсем нос к носу. Они разбиваются на три команды, и девчонки берут на себя хвост. В то время как остальные берут на себя другие части Век Нагана. Но, конечно же, остальные команды свои бои сливают, так что вам всё равно приходится добивать его самостоятельно. Я же должен сам всё делать, не так ли? О да! И его план... Активировать Вегнахер! Если вы слишком надолго затянете битву, Вегнахер выстрелит и уничтожит весь мир, и вы увидите плохое окончание. Что есть хреново, так что кому какая разница? Оказывается, Вегнахер управляется с помощью впечатляющего массива пианинных клавиш, что, по моему мнению, является страшно отвратительным и ужасно неудобным для системы управления боевым орудием. Как будто оформлением Вегнахера занималась группа ЕС. Чувак, сыграй джамп в руку Ван Хэм! Вегнахер управляется с помощью пианинных клавиш. Чувак побеждает любовь КАЖДЫЙ РАЗ, детка! КАЖДЫЙ РАЗ! Итак, это финальная битва с боссом, и надо отдать должное этой игре. По крайней мере, Шоин действительно устраивает битву, в отличие от ебучего ЮЕвана. Чувак сражается в точности как Кидус, вплоть до финального выпада, когда он заряжает вас блесбольным мячом. Да, у него тоже есть блесбольный мяч. Парень собирается завоевать мир и носит с собой блесбольный мяч. И мы должны относиться к этому серьезно. Ну ладно, тайм-аут! Нет, тайм-аут, подождите! Вы слышали этот голос только что? Да, это самый голос, который продолжает давать вам советы на протяжении всего финального боя. У меня ушла хуева туча времени, чтобы сообразить, где я его раньше слышал. Точно, и знаете кто это? Это Джекс, отец Титуса. Какого черта Джекс здесь делает? И это подводит меня к вопросу, связанному с этой игрой, который мучил меня годами. И я никак не мог найти удовлетворительный ответ. Вопрос простой. Кто такой, мать его, этот Шуин? Игра четко дает понять с самого начала, что они с Титусом разные люди. И в то же время, как бы нет. И да, и нет. Шуин был реальным блесболистом в реальном Зонарканде. Хорошо, эту часть я усвоил. И судя по всему, Титус это некая копия Шуина. Фантом, воссозданный призраками веры в фантомном Зонарканде. А призраки веры вроде как души мертвых, или типа того. И причина того, что Титус отличается от Шуина, в том, что призраки веры плохо помнили Шуина. То есть он практически Шуин, но не до конца. Вы пока понимаете? Все нормально. Я не уверен, что сам себя понимаю. Я хочу сказать, что в том виде, в котором я это объяснил, в сказанном теплится какой-то смысл. Но как только вы начнете задавать вопросы, вся теория тут же распадется на куски. Например, почему призраки так плохо помнят главную знаменитость Зонарканда? Ведь чувак играл в блесбол. Они помнили его лицо и фигуру один в один, но не смогли запомнить его имя. Какого черта? Не говоря о том, что он практически привел в действие оружие судного дня. Думаю, воспоминания о нем остались бы в новостях. К тому же чувак встречался с Лен, одной из самых знаменитых коп-певиц, терапризывающих в Зонарканде. И Лен не то, что ни разу не появляется в фантомном Зонарканде. Сам Кидус ни разу не упоминает о своей супер-секси-герлфренд. И поверьте мне, если бы она была, такой пустоголовый слезняк, как Кидус, допекся бы рассказами о ней до всех и каждого. А я встречаюсь с офигенно классной певицей. Ее зовут Лен. Однажды я даже потрогал ее за грудь. Я лучший игрок зонарканских хейбов. И как насчет Файнал Фэнтези 10, где призраки Веры воссоздают фантомный Зонаркант? Получается, что грех уничтожает его до того, как Кидус встретил Лен? А как же тогда быть с войной с Бевелом? Да, кстати, и как насчет Аурона? Неужели он не заметил ничего необычного? Ведь он на самом деле из реального Зонарканда. Он на самом деле является неотосланным духом. Он что, не заметил, что перед ним совершенно другой человек с другим именем? Который имеет поразительное сходство со знаменитым лизболистом по имени Шуин? А потом до меня дошло, ведь они ни разу не обращаются к Тидусу по имени Файнал Фэнтези 10. По крайней мере, в озвученных видео вставках. И может ли такое быть, что тот факт, что никто не обращается к Тидусу по имени, это на самом деле сюжетный ход? Если бы Тидус представился присутствующим, или кто-нибудь спросил, как его зовут, не выглядел бы Аурон удивленным, типа... Тидус? Нет, подожди, тебя же зовут Шуин. Что с тобой, блядь, такое? Но похоже, что всем насрать, потому что никто не обращается к Тидусу по имени, и в сиквеле тоже. А это значит, что Юна трахалась с парнем, даже не зная, как его зовут. Боже, я уже заговариваюсь. Пора закругляться. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если Шуин и Тидус, это два разных человека, разве Джект этого бы не заметил? Потому что я думал, что весь смысл в Фэнтези 10 был в том, что Джект вырастил Тидуса, не ненавидя его, чтобы он захотел убить родного отца, когда тот превратится в грех. Ведь именно поэтому у Тидуса были все эти сыновские комплексы, правильно? Значит, если Джект отец Тидуса, а Тидус нереальный человек... Ладно, это бред какой-то. Ведь если он нереальный, откуда у него отец? Окей. Если он действительно его отец, почему он здесь и называет Шуина Нейтихом? Потому что мне казалось, что они разные люди. Или Джект вырастил и реального Шуина и фантомного Тидуса в фантомном Зонарканде? Хотя нет, это тоже бессмыслица какая-то. Окей. То есть, я так понимаю, поскольку они оба похожи, просто я не... И вот еще. Вы можете поиграть за Зонарканских Хейбов в мини-игре. И прикол в том, что там присутствует Тидус, но вместо Тидуса он обозначен как лучший игрок. Но зачем его так называть? Какого хрена? Боже мой, я почти договорил до конца. Так, что там происходит? Ах да, Лен и Шуин съебывают, а молодежная лига с новыми Еванами теперь друзья. Хотя с чего бы? После того, как они замочили такую кучу народа. А Юна стала сильной и независимой, и бла-бла-бла, и тоже съебывает. И типа конец. Но если вы потратили на игру несколько месяцев для стопроцентного прохождения, тогда вы получите это. И Тидус возвращается, и... Да, вот он. Собственной персоной. Все это время и силы, потраченные на игру, они стоили того, чтобы увидеть этого чувака. Ура! Чувак, мне кажется, даже сами призраки не в курсе. А если ты сам не знаешь, то какие шансы у меня? Ах ты сука! Она что, попыталась его убить? Потому что если он настоящий, она только что столкнула его со скалы, и обрекла нас смерть от острых камней. О боже. Мне только что в голову пришла ужасная мысль. Теперь, когда я закончил обзор, я должен сразиться с персонажем из игры. А это значит... Ох ты мой! Ты самая сексуальная женщина из тех, что я видел в жизни! Вау! Бартон! Эй, были сборник! Запускай луч смерти! Ну, зашибись! Вот и план Эй! Орио! Дружок! Беги! Беги за помощью! Орио! Иди принеси оружие из моей кладовки! Оружие! Ты справишься! Пошёл! Я реально не понимаю, чего ты так злишься. Я довольно мягко отнёсся к твоей игре, учитывая все обстоятельства. Это же просто игра, дамочка. Я не понимаю, чего ты так раз... Ах да, я безжалостно замочил твоего парня ганглэйдом! Чёрт! Орио! Орио! Кащи оружие! Клёво! Оружие! Клёво! Куча оружия! Клёво! И что ты, мать твою, будешь делать? Запоёшь меня до смерти этой штукой? Я ослеп! Я ослеп! Вот дерьмо! Просто хотел сказать... Обожаю твою работу! Продолжай в том же духе! Чего? Нет! Пошёл ты! Я ненавижу Final Fantasy больше всего на этом долбаном свете! О, да! Я знаю! Я рассчитываю на это! Озвучил Псих! Дожubscribe! Тегуешь! Пошёл в巨з, мастху, мастху, мастху! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok